По селу, что будем делать? Ваше мнение, как село должно развиваться? Михаил Гаврилов Михаил Гаврилов Да, слушаю вас Ну, это по вашей тематике, вы же выступаете по производству Вот, что делать в селах, вот, вы что можете сказать? Ну, я еще пока не подключился Ага, я понял А вы про Украину только или про Россию? Если вы сильно плохо слышите, ты, если можешь, переводи То есть, мои слова, может, он не дослышивает даже Сейчас хорошо, я подключу другое сейчас Сейчас уже лучше вас, ближе стали даже Просто громче немножко говорим, так, чтобы было на той стороне слышно Меня интересует просто, чтобы вы, как люди, понимали Не трогайте, не трогайте ничего Просто, свое мнение чисто человеческое, чтобы вы понимали То есть, что сделать в селах, с районами и городами? Смотрите, я понимаю, как экономику Я считаю, что нам нужно полностью строить новую экономическую систему Новое производство Высокотехнологические производства Которые реально могут конкурировать с японскими, европическими производствами Я вас сразу перебью, чтобы вы понимали То есть, общие фразы То есть, там, где-то на Луне люди живут лучше То есть, поверьте, давайте сделаем проще То есть, я приведу пример, а вы согласитесь или нет Давайте села сделаем, как космический корабль То есть, новые технологии То есть, то, что сейчас в селе, это всякая херня, что невозможно А давайте построим село-село И вот будущее село То есть, это новейшие технологии Это переработка То есть, это рынки сбыта То есть, люди, которые должны жить Должны не живут, а должны жить в селе То есть, это КВС-организованные существа Людской подобии Потому что могут быть и инопланетяне Все, что хочешь, может быть На заключе загадываем Потому что, по мне, по мне То, что сейчас есть Мы можем ошибиться Потому что мы точно не знаем, надо или не надо Если, не сию секунду В интернете есть такое понятие, как Проект Венера называет Да, да, слышал Нет, слышал одно Мне очень хорошенько Когда говорим, рядышком карандашик, бумажечка И некоторые вещи Я буду просить Ну, не то, что записывать В голове вы можете забыть их Потом не посмотреть Я взял карандаш Отлично Значит, пишите Проект Венера Ага То есть, просто в интернете посмотрите Там, ахать, охать не надо Для меня чем хороша ситуация Чтобы не рассказывать Вот нам Такие-такие Какие-то перспективы Его сделал француз Он там обещает Что вся земля будет Ну, лялечка Ну, коммунизм Это минимум Валерия Любую картинку Любую Сделайте это в селе Без разговоров Молча Без дурных вопросов На какие деньги Мы это будем строить А теперь самое интересное Записывайте еще разочек То есть, хочу в Украине 50 тысяч сел Просто, чтобы уже как бы Меньше разговоров было А больше как бы Понимания То есть, хочу То есть, их нету в Украине Но они были Подчеркну, они были Куда делись села Это много вопросов Если еще поймаете мне Кто эти села уничтожал Поверьте, это самое Меня бы очень это устраивало Значит, в Украине сегодня Сию секунду 28 тысяч 450 сел Вот сию секунду То есть, это еще не успели уничтожить Там кто-то еще живет Там где-то работают Хуже, лучше Это уже другой вопрос Сами там отнимите Получается, 21 тысяча 550 сел Надо навье сделать То есть, такого еще никто Даже думать не думал А вот это же деньги То есть, вот новые сел Очень хочу, чтобы они делали Не скажу по проекту Венера А чтобы вот как понимание было А как уже сделаем Это уже Вы же понимаете Что технологии Что-то хитрое Дадут, не дадут Будем додумывать сами Но специфика какая Смотрим, как люди На планете Земля Сейчас устраивают жизнь И устроим себя так Чтобы мы понимали Что мы живем То есть, я хочу Чтобы вот Если будем что-то делать Чтобы мы застали Этот коммунизм Потом делаем для детей Но думаем о внуках И желательно правнуках То есть, на сегодняшний день Чтобы понимание было Что не так Когда там построим Когда сделаем Будем жить Не будем жить За ближайшие 10 лет В Украине можно навести Минимум, но порядок То есть, чтобы вы понимали Потому что Вот сейчас будут выборы Там децентрализация Люди будут сильно плакать потом Я не ругаю политиков Просто говорю Сильно будут плакать Дурдом будет очень большой Потому что села развиваем Как основу Районы развиваем Как вспомогательные Потому что есть меньше Их 480 районов в Украине То есть, записывайте Чтобы понятно было Где будут проводиться Инвестиционные проекты В Украине 459 городов В каждом городе Надо иметь группу Которая Свой город Превратит Ну, я даже не знаю Тоже как бы В космический корабль Но в чем интерес Это самое Это должно быть Внутри Очень высокоонегазованная Структура Почему? Я приведу пример По Киеву То есть, я думаю Что рассказывать Что в Киеве творится Не надо Начиная с мэра города Правильно? Да, да Прекрасно А теперь смотрите Киев сам Сам Киев Я не трогаю Почему? Потому что просто Не дадут Тоже тронуть его Я хочу Вокруг Киева Внутри Киева Все равно Что-то будем делать Но я его Как бы Сейчас не рассматриваю Я хочу Вокруг Киева Вокруг Киева Построить 10 новых городов Хитрость Сразу хитрость Связать эти города Метрополитеном А потом уже Возьмемся за Киев Почему? Потому что Мы сразу Сделаем Технологический прорыв Все киевляне Сбегут к нам Киев будет пустой Потом можно уже Что-то с ним делать Потому что иначе Если сейчас В Киеве Начинать что-то строить Дурдом будет бешеный Валерий Конечно Это все очень замечательно Но мне кажется Чтобы вот такие вещи Начинать делать Надо все-таки начать Алло Сделаем проще Мне нравится Как понимание Чисто по-честному Да не критикуйте даже Ну не нравится Просто мне мороженое не нравится Вот я любитель там сладкого Если мне мороженое не нравится Я его просто не покупаю То есть я не вижу смысла критики Нет Валерий Я против критики Мне исключительно все нравится Она не актуальна То есть вот на сегодняшний день Вам не нравятся села Не хотите колхозы Хотите сельхозпредприятия Но не фермеры Я согласен честно Это не критика Вы говорите А я хочу так Поверьте Я с вами уже согласился Почему? Потому что вы по-своему правы Ну что вы понимали просто А вы мне сейчас скажете что-то Я расстроюсь А я не хочу расстраиваться Я хочу чтобы у нас Первый раз в жизни Первый раз в жизни Общение было приятное Я хочу вам делать приятные умозаключения Почему? Потому что если вы мне поможете Слово поможете правильно понимаете Просто по-человечески посоветуйте Вот это не делай Я не буду делать Я тоже понимаю Что в некоторых случаях Я забегаю наперёд Я пример приведу Я хочу в Украине построить 100 новых энергоблоков То есть смеяться можно Сколько хочешь Но зная то что говорится В энергетике в Украине Я не буду ругать Ни Ахметова Ни власти Ни тех кто командует энергетикой Просто мы останемся без электричества Валерий Я Можно конечно все таки вас перебью Потому что я понимаю Вы очень любите поговорить И вас почти невозможно остановить Упрекнули Я просто буду вам тут говорить Упрекнули В чём Давайте не буду говорить Будем молчать Просто я прошу прощения Буквально дайте несколько секунд ползу Не, не, пожалуйста Вы не следите за этим А вы же должны понимать Как мне это воспринимать Сделать вид, что я не замечаю А я хочу, чтобы вы это замечали Я слушаю вас Валерий, я несколько раз попросил прощения Я как раз таки заметил Как это повлияет на вас И заранее предвидел, что это на вас повлияет Поэтому просил прощения Да не надо Убили человека А потом говорят Извини, пожалуйста А ему уже пофиг Ну честно Не делайте просто Я же пять раз сказал Не нравится Да не критикуйте Промолчите Поверьте Это вам же плюс В себе Птичку поставьте И всё А мне чем хороша ситуация Ну я расстроюсь Ну толку с того Общение ведь с людьми чем интереснее Либо нравится Либо не нравится Давайте Я слушаю вас Я помолчу Я ничего не буду говорить Комментировать тоже Давай Ладно Я Очень уважаю вашу идею Я готов вам всецело помогать И В любом развитии вашего проекта Да я понимаю Что мы сейчас Очень быстро знакомимся Потому что Мы грубо говоря Первый раз созваниваемся Но всё таки хочу Предложить такую вещь Время очень сильно ограничено И Если у вас есть Какая-то идея Лучше конечно Заранее Чтобы она была Изложена текстом Да конечно Сейчас записывается Видео Да конечно То что вы сказали Оно не пропадёт Но всё равно Запишется Вопрос Немножко не в этом Можем ли мы втроём Или вчетвером Вот сейчас Да Вот взять и сразу Прийти к реализации Тех планов О которых вы Говорите Наверное нет Я хочу Сконцентрироваться Вот на чём Всё таки Не на Мечтах И Скажем так Общении О том Что можно сделать Да Можно Очень много чего Сделать Это всё прекрасно Я предлагаю Выбрать Одну Простую Задачу Минимальную Которую можно Выполнить за этот час И попробовать Совместно её сделать Если этого Не получается Сделать То я предлагаю Допустим Созвониться В следующий раз Да И к следующему разу Уже просто Чтобы у вас Сформировалось Заранее представление О том Что именно Мы будем делать Вместе Минимальная Задача Выбирается Достаточно Просто Нужно Определить Какой Минимальный Шаг Можно сделать Сегодня И сейчас Чтобы это Наиболее вероятно Привело К решению Скажем так Или достижению Большинства Наших задач В будущем Что конкретно Почему Собственно Сейчас Эта конференция Случилась Почему Этот разговор Есть Я приглашал Всех К совместной Практике Над тем Практиком Который В данный момент Разрабатываю Есть два Варианта Мы можем Попробовать Еще раз Его обсудить Но это Очень Время Затратно Можно Предложить Сделать Немножко Другой Формат Можно Попробовать Сейчас Выделить Из этого Проекта То есть Допустим Есть Описание Проекта Там Есть Список Задач Выделить Одну Задачу Из этого Проекта И попробовать Сделать На практике Что Конкретно Применяться Будет На практике Это Программирование Если Есть Интерес Я готов В процессе Того Буду Задачку Делать Дать Любую Необходимую Информацию И Соответственно Ответь На любые Вопросы Если Само Про себе Программирование Интересно Я предлагаю Хотя бы Ознакомиться С тем Что Мы И я Конкретно Делаю И просто Хотя бы Иметь ввиду Что Если Будет Нужен Программист То Я Есть Рядом Вот Это Пожалуй Все Что Я хотел Сказать Ваши Желания Пожелания Идеи Вопросы Так Сейчас Я О себе Расскажу Я Являюсь Лидером Общественной Организации Гражданское Осознание Основная Основная Задача Организации Является Формирование Из рабов Реальных Граждан Реальной Личности Или Реальных Лидеров Которые Готовы Менять Страну Не Надеясь Не на Олигархов Бизнесменов Политиков А самим Которые И распоряжаться Ее ресурсами Это самая Главная Задача Но Для этого Нужно Чтобы люди Были Политически Грамотные И Политически Активные Этим Я и занимаюсь Пробуждаю Грамотность Активность У людей И Задавливаю Эту психологию Раба Потому что Пока уже Веков Мы Жили в Рабстве И Люди Уже Привыкли И Это Сложность Объяснить Человеку Что Он Не Раб Он Хозяин Своей Страны Но Еще У людей Как бы Есть Особенность Как лень Они Ленятся Они Привыкли Жить Рабами Ну И Чтобы Рабом Не Быть Для Этого Нужно Человеку Много Усилий Приложить Не Эта Лень Человека Оставляет Дальше Он Живет В Рабстве И Наша Организация Работает Над Тем Чтобы Убивать Эту Психологию Раба И Быть Чтобы Человек Был Именно Хозяином В Стране И Вот Мы Сейчас Буду Баллотироваться В Депутаты И Я Хочу Управлять Для Начала Городом Дальше Области Потихоньку Буду Расти Я Буду Баллотироваться Я Уже Готовлю Себя Будущего Управленца В Городе Вот Так Вкратце Так Михаил Сейчас Слышно Меня Хорошо Я Сейчас Подключил Новый Ну И Я Выслушал Лекцию Насчет Того Чтобы Окружить Городами Построить Но Это В принципе Идея Уже Давнишняя Что Города Это Противоестественное Образование И Естественно Они Должны Быть В перспективе Города Ликвидированы И люди Должны Жить В иных Поселениях Человеческих И Как раз Вот Эта идея Как раз Про Ваш Именно Сельскохозяйственные И Производственные Комплексы Такие Небольшие Должны Быть По всей Земле А Крупные Города Это Уже Как бы Вредное Образование Они В перспективе Должны Быть Ликвидированы Но Тут Вопрос Сейчас Стоит О том Что Правильно Вы Сейчас Наметили Программу Преображение Украины То же самое Касается Преображение России Потому что Сейчас Правящие Кланы Что на Украине Что в России Они Стараются Прогрессивно Подавить Контролировать Взять Все под Свой контроль Полностью И Поэтому Эти Технологии Которые Позволили Людям Объединиться Помимо Их И построить Новую Жизнь Как раз Они Набирают Силу Потому что Допустим Российское правительство Приняло Указ О контроле Всех Покупок Практически Она хочет Контролировать Каждую покупку В магазине Мной Совершенную Молоко Купил Что-то Отсюда Она что делает У нас Уже Не остается Выхода Как Оно Само Провоцирует Население На создание Кооперативов И Помимо Государственного Частного Сектора Создание Типа Семейно Общинного Такого Сектора Где Уже Не будет Этих Покупок Продаж А будут Просто Как в семье Обмен на вещами Продуктами То есть Продукты Обмен То есть Практически Они толкают Нас Как бы Хотят Они того или нет Но На создание Социалистического Сектора Экономики Но для этого Создания Как раз Сейчас И нужны Новые программы Управления И взаимодействия О чем Говорил Вот Перед этим Сейчас Говорилось О программировании О новых технологиях Потому что Сейчас Многие у нас Хотят Уезжать Допустим В России На села На земли Садятся Но с лопатой С киркой Они там Долго не высадят А изобретатели Вот я встречался Здесь в России Которые там Ну Изобрели Там Сверх Новые двигатели И так далее То есть Им практически Полностью Заблокировали Возможность Реализовать Это И я это Вижу Что их Можно только Реализовать Создав Корпоративную Структуру Типа Вот как там Панасоник Да Вот эти Крупные Такие Межтранснациональные Корпорации Сейчас Мы уже Вступили В век Транснациональных Корпораций То есть Они сейчас Управляют Миром Корпорации Государства Сейчас практически Это инструмент Корпоративных Разборок И поэтому Как вот Предлагает Леша Там Пойти В эти Государственные Структуры И пытаться Через эти Государственные Структуры Изменить Ну я считаю Что То есть По рукам Не надо Пусть он Опыт свой Приобретет Но Это как бы Уже Опыт Ну не тот Это как бы Мышеловка Ловушка Для нас Здесь Нужно Параллельно Выстраивать Уже Более Совершенные Структуры Управления Как политические Так и Экономические Взаимодействия Вот В основном Этим Вот я сейчас Как бы И занимаюсь Сосредоточен Как это Лучше сделать Не выраждуясь Государством Не лезть на рожон Потому что У нас сейчас В принципе В сравнении С мощными Транснациональными Корпорациями Нету Неселеных Кишка Танка Ну По крайней мере Начать Вот свои какие-то Транснациональные Корпорации Трудящие Международные Как это Создавать Но Параллельно Частому Государству Ну Все Михаил Тут Можно еще И Просто Сам факт Того Что есть Какая-то Технология Программа Метод Или Хорошо Писанная Инструкция Конкретно Я работаю Конкретно Я светоточен На политической Технологии Которую Я назвал Нерварс В отличие От Анархии Это Можно И так Назвать Есть Сравнительный анализ Этих политических Технологий Чем они отличаются Монархия Демократия И народовласть И Так вот Я Разработку Конкретной Технологии Народовласти Где уже нет Ни чиновников Ни Этих Такое Депутатов Которые Выполняют Волю Буржуазии Крупных А именно Представители Трудовых Коллективов Динамичная Постоянно Движущая Система И По решению Общих задач Трудовых Коллективов То есть Самостоятельно Не прибегая Ни государству Ни каким частным Прокурателем Структур Это вот сейчас Основное Мое внимание Вот сейчас У нас Подключился Олег Олег Да Алло Слышно меня Да Слышно Как бы Вот мы сейчас Пообщались Рассказали о том Чем мы хотим Заниматься Может о себе Что-то расскажешь Сейчас хочу Разработать Систему Это Троу-бокс Это Мини-теплица Модуль Для выращивания Овощей Зелени Сейчас В частности Изучаю Электронику Управляющего Срабатываю На базе Ардуино Будет Ну и Светодиодное Освещение То есть Такой Минимальный Модуль Чтобы Запустить И Как можно Меньше Что-то Смотреть Получается Обеспечить Большой Срок Работы Успойства Ясник Олег Смотрите У нас Разные Задачи В принципе Но одна Цель Основная Цель Это Изменить Страну Свою Ну Я Беру Этот То есть Любое Техническое Какое-то Решение Маленькое Такое Небольшое Пример Просто Как Образец Для того Чтобы Ну К нему Можно было Всякие Теории Прикладывать Потому что Если Просто Разрабатывать Программное Взаимодействие И еще Что-то То Не будет Чем Их Проверить То есть Какая-то Небольшая Задача Ее Можно Учить Технически Олег Я прошу Прочтения Я перебью Пока Не забыл Вот Комментарий К тому Что Говорю Михаил Уже Три года Назад Была Разработана Система Которая Позволяет По-другому Организовывать Деятельность Внутри Организации Корпорации Или Просто Команды Да Где Как вот Михаил Говорил Как раз Нет таких Чиновников То есть Идет Прямая Та самая Демократия С одной стороны В том плане Что каждый Может Предложить Идея Каждый Может Проголосовать За идею Каждый Может Проголосовать Не только За идею Но и Против Этой Идеи И Соответственно Каждый Может Принять Участие В этой Идеи И По сути Здесь Особо Лидеров Уже Не Существует Любой Кто Инициирует Идею В этом Плане С точки Зрения Этой Одной Конкретной Идеи Или Задачи Он Лидер То есть Он Ее Ведет Но Он Ее Может Даже Просто Предложить И Его Разовет Какой-то Другой Человек Уже Существует Система И Можно Пользоваться То есть Нужно Формировать Команды Что касается Формирования Команды Сейчас Планируется Ольга Никитина Занимается Тем Что собирается Запускать Альянс Кооперативов В России Который Попытается Объединить Команды Всех Кооперативов Чтобы Скажем так Работа Была Более Эффективная То есть Иными словами Очень Много Всего Уже Сделано И Нужно Больше Замечать Кто Чем Занимается Сейчас И Уже Активнее Заимодействовать Прекрасно Что есть Способ На практике Проверить Что-то Например Теплицу Сделать Сейчас Есть Как минимум Три команды Я уже знаю Которые Занимаются Теплицами И Вращиванием Даже Внутри Наших Домов Растений Идеи Интересно Продвигать Но Вот Как раз Для того Чтобы Это Все Было Не В Хаотичном Каком-то Виде А Чтобы Это Было Структурировано Я Предлагаю Принять Участие Разработки Именно Вот Этого Проектика Центра Управления Распределением Ресурсов Оригинальная Идея В принципе Из проекта Венера Взята Там Это Предполагается Как Система Управления Городом Но Она Может Также Быть И Системой Управления Огорода Своего Собственного Одного Дома И Целого Государства То есть Она В принципе Универсальна Потому Что В целом Существует Не так Много Вещей Которыми Можно Управлять У нас Есть ресурсы Кроме Ресурсов Если Подумать У нас В принципе Больше Ничего Нету Любой Проект Это Некая Серия Трансформаций Этих Ресурсов То есть У нас Была Одна Форма Ресурсов Мы Берем Добавляем Еще Один Ресурс К этому Получаем Третий Ресурс Ресурсов С Новой Формой То есть Всего Лишь Меняем Форму То есть Трансформируем Вот Чтобы эти Процессы Трансформации Не терялись В сознании Их Людей И могли Грубо говоря Были повторно Использоваться Можно использовать Скажем так Можно разработать И потом Использовать Эту вот Систему Которую Я предлагаю И на основе Представления О том Как именно Устроен Какой-то Производственный Процесс Уже можно Легко В существующие Системы Управления Задач И организации Команды Просто Эту информацию Импортировать Или экспортировать Грубо говоря Переносить Чтобы потом Уже можно было Делать Непосредственные Действия Вот Плюс Помимо Самих Производственных Процессов Можно формировать Специальную Базу Знаний Которая Позволит Любому Человеку Школьнику Или просто Человеку На месте В селе Начать Что-то Делать Своими руками Чтобы получить Некий Результат То есть Например Если есть Инструкция Как сделать В открытом Доступе Как сделать Теплицу Причем Может быть Несколько Разных Инструкций Доступных С разной Сложностью Разным С разными Затратами Ресурсов С разными Затратами Времени Если мы Предлагаем Такую базу Знаний Открытой Для всего Сообщества У людей Появляется Инструмент Которым Они могут Пользоваться Вот этот Инструмент Или технология И есть Та основа Которая Неполитическим Способом Позволяет Влиять На То Что происходит В мире Потому что Люди Все равно Что-то делают И если Они делают Нечто Скажем так По одной И той же Инструкции Или сообща Или как-то Организуется В команде В любом Случае При наличии Такого Инструмента У них Больше Шансов Довести Задуманное До Реализации Вот В целом Здесь нет Идет Не идет Речи о том Чтобы делать Что-то В рамках Какой-то Конкретной Страны То есть Цель Дать Инструмент Международный То есть Для России Украины Там Для Людей В Америке Неважно Нам Люди У всех Людей На планете Должен быть Способ Получать Самую Лучшую Новую Информацию О том Как Развиваются Технологии И Иметь Возможность Максимально Быстро Это Применить На практике Естественно Проверить О чем Олег Например Говорил Чтобы Это все Было Не в Теориях Бесконечных И Не в Общении А именно В чем-то Конкретном Что можно Пощупать И О чем Можно Рассказать Чем Можно Поделиться А главное Что полезно Так Вот Что сказал В принципе Да Идея Сейчас Такая Предлагаю Либо Сейчас Закончить Пока Выложить Эту Маленькую Запись На Ютуб Да Чтобы Она Не была Большим Видеороликом Вот И Дальше Пересозвониться Уже Другим Составом Или Тем же Составом В зависимости От того Будут ли Желающие Уже Кто Хочет Непосредственно Принять Участие Или Понаблюдать Над Именно Практикой Программирования Вот этой Самой Системы Платформы Которая Позволит Все Вот эти Взаимодействия Настраивать Я просто хотел Сказать О том Что Вот мы Можем Собраться Таким И так Собрались Или Мы Как бы Уже Фальпируем Такую Команду Лидеров Которые Будут Костяк Прогресса Ну Лидеры Это Лидеры Как бы Для меня Не существует Авторитета Для меня Не существует В этом Плане Лидеров Я считаю Что Если Человек Готов Вот Прямо Сейчас Подключиться К делу Давайте Делать Дело А Лидеры Всегда Пригодятся Я не против Как бы Но Для чего Я понимаю Нужны Лидеры Чтобы Распространять Информацию Относить Ее До Людей И Собирать Тех Людей Которые Не могли Друг Друга Раньше Найти И Теперь Уже Могут Найти То есть Соединить Людей По сути Больше Даже Координаторы Чем Лидеры Нужны Вот Но это Скажем так Я Сам стараюсь Там В социальных Сетях Доносить Информацию Максимально Широкому Кругу Людей Скажем так Процесс Распространения Информации Мне кажется Он автоматический То есть Если человек Занимается Делом То Ему Есть Чем Поделиться Вот Чтобы Нам Было Чем Делиться С Другими Людьми Я Предлагаю Сделать Некоторые Шаги Которые Мною Были Запланированы Или Посмотреть Что Можно Сделать Быстрее И Проще Чтобы Например Можно Было Начать Не Просто Визуализировать Технологическую Карту Или Производственную Цепочку А Уже Например Редактировать Вот Такой Есть Вопрос Если Конкретно Что Можно Делать Ну И Соответственно Еще Есть Второстепенный Вопрос Так Как Сделать Так Чтобы На Мобильных Устройствах Этим Тоже Можно Было Пользоваться Удобно Просто Есть Много Людей Которые Болтологи Вот Которые Говорят А Ничего Не Делают Просто Я Хочу Найти Людей Которые Реально Делают Реальные Дела Потому Что Болтологов Их Тысяч И Тысяч И От Них Пользы Никакой Для Общества По Иде Они Просто Болтают Ну Миллионы Людей Приходят На Кухню И Жалуются Какая Несправедливая Жизнь И Как Все Плохо Вопрос Пользы Он Здесь Относительный Потому Что Даже Тем Что Они Не Мешают Тем Кто Занимается Делом Уже Хорошо Это Понятно Но Просто Чтобы Понимать Кто Болтолог Реально Кто Реально Человек Который Делает Просто Ну Давайте Так Чтобы Совсем Конкретно Кто Из Вас Вообще Программист Есть Тут Такие Кто Можешь Назвать Программист Я Не Программист Я Не Разбираюсь Валерий Нет Я Не Программист Олег Ну Раньше Программировал Сейчас Герою Михаил Нет Я Больше Социальный Технолог Но Эти Технологии Нуждаются В дальнейшем Программирование Будут Нуждаться Потому Что Если Эти Технологии Положить На Программы Компьютерные То Как Раз Они Будут Очень Хорошо Использованы Потому Что Сама По Себе Технология Просто Как Б Показывает Как Действуют Блоки И Связи Между Блоками А Если Эти Блоки Связи Запрограммируют Программу То Можно Будет Отслеживать Каждый Этап Работы Политического Органа Организации Ну Вот Кстати Сейчас У У всех Трансляция Работает Я Как раз Показываю То Что Вот Сделано На Тему Того Как Выглядит Взаимосвязи Блоков Вот Откройте Ссылку Скопируйте В браузер Сейчас Я ВВ Добавлю Можно Будет Нажать Даже Вот Если Вас Видео Зависило Вы смотрели Перезагрузить Еще раз Сейчас Там Должны И Трансляции И По идее Вы Должны Будете Увидеть Как Раз Визуализацию К словам Михаила А долго Идет Или нет Что Визуализация Она должна Сразу Появиться Единственное Что может быть Реклама В течение 15 секунд Потом Вы сразу Видите Картинку В течение Еще 5 секунд Возможно То есть За 3 Там Код Да Реклама Вот Единственное Что рекомендую Звук Сразу Выключу Потому Что Там Идет Трансляция Того Звука Который Вы Через Скайп Слышите То есть Вы повторно Будете Слышать То Что Вы Слышите Здесь Вот То есть Там Можно Просто Картинку Смотреть Так Хорошо Значит Мы Выяснили Что Есть Олег Есть Олег Который Занимался Программированием В прошлом Хорошо Я Лично Программированием Занимаюсь Уже Около 15 лет Вот В принципе Теперь вопрос Следующий Кто из вас Кто То есть Вообще Кто сейчас Готов Попробовать В процессе Практики Конкретной Задачи Понаблюдать Как происходит Процесс Программирования И соответственно Тем самым Либо обучиться Программированию Либо просто Более Глубоко Понять Что происходит Давай Начнем Давайте Начнем С Олега Олег Я Наверное Я сейчас Занят Изучением Ардуино Программированием Так что Что-то Еще Другие Какие-то Программ Поставить Ну То есть В данном Моменте Просто Сейчас Времени Нет Ты Считаешь Что Приоритетнее Будет Самостоятельное Изучение Ардуино Ну Да Так Хорошо Михаил Нет Я готов Учиться Потому что Мне в дальнейшем Как раз Понадобится Совершенствовать Политическую Нервархию Перевод ее На язык Программирования Так Отлично Валерий Ты спрошусь Лично Ли Да Мог бы Бросить все И заняться Вот прямо сейчас В течение часа Ну Смотри У меня По плану Моя работа Это как Не отказ А у меня есть Отдел Который этим занимается Ну как я у ребят Заберу хлеб У меня немножко Другие функции Одно дело Забрать хлеб Другое дело Глубже понимать Чем они занимаются Примерно У меня есть Такой как ты Это один Из моих детей Как бы Ну мой сын Там старший Тридний То есть Они этим занимаются То есть у меня Это поставлено Немножко На такую Профессиональную основу У меня свои хакеры У меня все свое есть Я не Я понял Если вдруг У меня свое Оно есть Если вдруг Я понимаю Зачем мне Делать что-то Если есть Кому обратиться Я понял Но если вдруг Будет не хватать Ресурса Или Захочется Вдруг Что-то новое Изучить То все-таки Рекомендую Обращаться Так Алексей Да У меня Ну я как бы Своим направлением Занимаюсь Вот Сильного желания Нет Вот Но есть так Интерес В том Интерес Чтобы Понять Хотя бы В общем Что-то такое Потому что Я не понимаю Вот как это происходит Вот Хотел бы Вот чтобы Это потом Когда время будет Сейчас времени нет Но в целом Хотел бы Ну хотел бы Просто чтобы ты Мне рассказал Вообще Как это происходит Программирование Чтобы я понимал Ну я планирую Через минуту Начать Часно Это выделить И естественно Записать Это все Я понял Не получится Потому что Я сейчас На работе Вот Я вот Ну как бы Не получится Мне понять Это Потому что На работе Я отвлекаюсь Ну хорошо Ты просто Не теряй Со мной связь Я эти встречи Регулярно провожу И еще не раз К этому Вернемся Так Кто у нас остался Оксана Вот Присоединилась Да Можете Немножко О себе Рассказать Ну я работаю Психологом В военном госпитале И в принципе Давно интересуюсь Политикой Можно сказать С детства С Лешей Мы вместе Организацию Основывали Нашу Общественную И дальше Тоже стали Развиваться И заниматься Политикой Совместно Вместе Так А в программировании Если хотели бы Попробовать Ну да Так Ну что Получается Тогда давайте Так Я предлагаю Сейчас На этом Остановить Запись Сейчас я И пересозвониться Кому То есть Получается Тогда Михаил Возможно Алексей И Оксана Остальные Ну давайте Тогда уже В социальных сетях Пообщаемся Потом текстом Или еще раз Созвонимся Уже Если будет Время у кого Ну да Вот Просто Хотелось бы Объединиться Вот нам Да Потому что Мы реальные люди Да Которые реально что-то делают Не болтологи Вот И держат связь Потому что Болтологов много Просто Я вот Якобы Человек Да Я готов Готов И ничего не делать Понимаете Нужны те люди Которые реально что-то делают Практически Это понятно Ладно Ну все Ну все Всем да Приятно было Познакомиться Вот Сейчас я Сейчас отключаемся И Буквально через пару минут Я Делаю повторный созвон С теми Кто Изъявил желание Поучаствовать Я понял Константин Давай тогда Ты отключаешься Вот Я сейчас еще пару минут Скажу людям А ты пока подготовься Вот И Ну Как бы Они потом тебе подключат Хорошо Хорошо Ну Смотрите Так как я Создатель этого звонка Тебе Придется Повторный Созвон Сделать Нет Я имею ввиду Что Сейчас ты выходишь Правильно? Да Да Просто у всех Отключиться Сразу А кто звонок был Первый Я ли ты По-моему Я А хотя Не помню Ладно Все Тогда Хорошо Тогда я Отключаюсь Да Давай Угу Продолжение следует...